В Барнауле впервые показали Собянинские трамваи, которые подарили городу. Чем они отличаются от наших? Зачитывал последнее слово, пока не стало плохо. В Барнауле продолжается судебный процесс над барнаульцем, который торговал кондитерским маком. Перекресток, где всегда лежат битые стекла. Появится ли на пересечении горького гоголя светофор? Как же выглядят московские трамваи? Сегодня впервые за две недели их показали журналистам. Все это время горожане гадали, перекрасят ли их. Однако вагоны все еще голубого московского цвета. Сегодня для моих коллег провели экскурсию. Как можно узнать Собянинские трамваи даже после перекрашивания, объяснит Анастасия Дороган. Голубые красавцы из Москвы греются под сибирским солнцем. На табло номера несуществующих у нас маршрутов. Трамваи не перенастраивали и в целом пока не трогали. После передачи в собственность в городе Тартранс на правиху сведений, тогда уже будем проводить и техническое обслуживание вагонов и подготавливать документы, разрешающие документы на выпуск их на линию. По соседству привычные Татра Т-3. Москвичи более продвинутые Татра Т-3 Су. Места здесь значительно больше. В московском салоне нет двойных сидений и в час пик этот трамвай привезет 145 пассажиров, а стандартный барнаульский – 110. Удобнее ли стоя, узнаем на практике. Но что точно оценят пассажиры зимой, так это тепловую систему вагона. Разницу почувствуют. Если база модели через сиденья установлены в колбах, в данной модели под каждым сиденьем оборудован короб металлический, изолирован, находится под каждым сиденьем, что дает дополнительное тепло каждому пассажиру. А напротив дверей отбивать холодный воздух будут тепловые пушки. Такой вот московский комфорт. В конце сентября в Барну пришли первые собянинские вагоны. Пока они стоят в горе электротрансе, ждут остальных. Год выпуска – 85-й, но год модернизации – 2009-й, когда проходит практически полное обновление корпуса и электрики. Специалист уверен, что вагоны прослужат немало. Предусмотрена камера, которая просматривает все двери. В данной модели их три. Пиковые часы. Водитель может контролировать посадку, высадку пассажиров. Пассажиров не должно зажимать в дверях и падать они тоже не должны. Эти вагоны плавно тормозят и мягко начинают движение. За счет еще одной колесной пары буксировать трамвайный ремонт не нужно. Он сам себя отвезет. Приблизительно от пяти до семи дней прибудут еще два вагона, то есть пятый и шестой. Все вагоны ожидается получить в конце октября, первых числах ноября. Отгрузка до Барнаула обойдется краевому бюджету в три с лишним миллиона рублей. В то время как покупка нового вагона стоила бы минимум 40. Всего московский подарок, а именно так здесь называют Собянинские вагоны, состоит из десяти трамваев, пять из которых отдадут Бийску. Анастасия Дороган, Алексей Презин. День с толком. А это всем знакомое пересечение улицы Гоголя-Горького. К нам неоднократно обращались жители города, которые жалуются на отсутствие там светофора. Не все водители внимательны. Поэтому аварии на этом перекрестке происходят слишком часто. Последняя буквально на выходных. Есть ли надежда, что светофор там когда-нибудь появится? Стекло, которое не успевают убирать. Пересечение Горького Гоголя. Место, где машины часто любят полежать на спине. В соцсетях десятки фотографий и видео аварий. На этом перекрестке давно очень нужен светофор. Машины там постоянно бьются. Светофор нужен. Если в течение года на перекрестке происходит три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и более, этот участок является очагом аварийности. В данном случае перекресток Гоголя-Горького. На данном перекрестке произошло в 2021 году пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек. Но это только ДТП с пострадавшими. На самом деле аварий было намного больше. Такая же ситуация раньше была на пересечении Горького-Никитина. Мы тоже делали об этом сюжет два года назад и даже приглашали к участию в съемках псевдо-шамана. Шаман в шутку согласился снять проклятие с перекрестка, потому что долгое время это никто не хотел делать. И вообще признавать место очагом аварийности. Традиционно одно столкновение в неделю, иногда несколько. Нас тогда еще накрыло волной хейта за этот сюжет, за слишком оригинальный подход. Но знаете, прошло немного времени и светофор здесь действительно установили. На самом деле поставить в городе светофор не так-то просто и очень дорого. Как нам пояснили в мэрии, установка одного светофорного объекта в Барнауле стоит полтора-два миллиона. Каждый год бюджет позволяет поставить лишь 4-5 светофоров. В этом году один уже появился на пресечении взлетной Сиреневой. Еще три сейчас устанавливают на Георгия Исаакова-Островского, комсомольском интернациональной, Георгиева Сухобатора. А светофор на Гоголя-Горького, кстати, все-таки установят в следующем году. Мы понимаем приоритетность данного участка, потому что там особенно в последнее время участились аварийными, опасными, так скажем, моментами ДТП. Поэтому, я думаю, здесь мы прям постараемся в начале года уже, как бы уже бюджет будет все нам доведен, мы постараемся на данном участке установить светофорный объект. В ближайшее время подрядчик подготовит проект светофора. Остается надеяться, что в этом проекте уже не будет перевертышей и битого стекла. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толка. Очередное слушание по маковому делу в Барнауле закончилось вызовом скорой помощи. У главного фигуранта дела, предпринимателя Сергея Сиренко, которого обвиняют в сбытии кондитерского мака, подскочило давление под 240. На эмоциональном слушании побывала и наша съемочная группа, репортаж из зала судебного заседания Валентина Аскеровой. По обе стороны аквариума служители правопорядка. Внутри подсудимый предприниматель Сергей Сиренко. Мужчину и двух его продавцов второй год судят за контрабанду и продажу приправы для булочек кондитерского мака. Обвиняемые продавцы пока еще на свободе. Сергей под конвоем. Летом его задержали, отправили в СИЗО до оглашения окончательного приговора. Родные и близкие уверены, что вердикта ждать уже недолго. Сергей 12, девочкам по 11. Ну, ни за что. Просто. Даже на последнем уже издыхание, на каком-то таком, что внутри все трясется. Реальное состояние такое, как будто бы в последний раз. Каждый раз. Громкая маковая история началась в 2018 году. Бизнесмен Сергей Сиренко вез из Казахстана продукты на продажу в свой магазин. В том числе и кондитерский мак. Таможню без каких-либо нареканий пересекал неоднократно. Но в этот раз на границе приправу изъяли. Сергея привлекли за контрабанду его продавцов за продажу казахстанского мака, который якобы запрещен в России. А продавщицы Юлии в квартире нашли еще 300-граммовую банку с маком. Следствие расценило это как подготовку к сбыту. Сегодня Сергею и Юлию предоставили последние слова. Наряду с этой банкой у меня стоял и какао-порошок, и сахарное тудо. Чай всегда рассыпанное пересыпают. Я просто хочу, я вас призвать хочу, просто, пожалуйста, услышьте нас. Ваша честь, пожалуйста. Столько несостыковок, столько вот этого придуманного всего и с банкой, и с этими старыми свидетелями. Пусть немножко успокоится, Ваша честь. Ну что, зацепите и не устроите. Не повышайте порядок в судебном заседании. А как еще? Вы видите, человек не может читать. Я нормально. После последнее слово взял сиренка. Мужчина вновь озвучил свои многочисленные ходатайства. К примеру, просил в очередной раз возобновить следствие по своему делу. И прилечь к своей защите, наряду с адвокатом, свою гражданскую супругу Маргариту. Все ходатайства Сергея были отклонены. Он готов был озвучивать их и дальше, но спустя почти три часа с момента начала заседания судья приняла решение перенести слушание на следующий день. Практически сразу после судебного заседания Сергею Сиренко стало плохо. У него подскочило давление 240 на 180. Поэтому сегодняшнее слушание отменили, перенесли на завтра. Близкие уверены, что оно станет финальной точкой в маковом деле. Обвиняемых приговорят к 10-12 годам лишения свободы. Произойдет ли это, мы узнаем уже совсем скоро. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И к другой теме. Более 20 сообщений об экологических нарушениях поступило от барнаульцев в администрацию города за последние несколько дней. Практически все они касаются проблемы несвоевременного вывоза мусора в многоквартирных домах. Напомним, с 11 октября в краевой столице стартовала акция «Зеленый телефон». В течение 10 дней жители города могут звонить в отдел по охране окружающей среды и делиться информацией об экологических проблемах. Номер на вашем экране. Если у вас придомовая территория несвоевременно убирается, то есть вы можете к нам обратиться, затем мы будем уже работать с управляющей компанией. Если у вас несвоевременный вывоз мусора отходов, то точно так же можете обратиться к нам. Если вы увидели, что автомобиль вываливает мусор в неустановленном для этого месте цели, то есть, допустим, в поле, в лесу фиксируется номер автомобиля и тоже обращаются к нам. Людей, у которых нет проблем со зрением, становится все меньше. Об этом заявляют краевые офтальмологи. Патологии выявляют даже у новорожденных, а одно из самых тяжелых заболеваний – катаракта – перестало быть болезнью исключительно пожилых. Во Всемирный день зрения наши корреспонденты побывали там, где людям помогают вернуть зрение и видеть мир своими глазами. Распознать все предложенные буквы редко удается даже детям. Уже с юных лет многие обзаводятся очками для зрения. Причина – как не банальная увлеченность гаджетами. Десятилетнему Захару близорукость к тому же передалась по наследству. Начали замечать, что портится зрение, когда едет транспорт впереди и не видит номер. Обратились в клинику по месту жительства. Мы живем в Бийске. Нам дали направление в край, мы приехали и вот. Очки зрения уже не восстановят, зато не дадут близорукости прогрессировать. Мальчику предстоит лазерная операция. В краевой офтальмологической больнице говорят, это не самая страшная проблема, с которой обращаются пациенты. Последних немало. В год сюда попадает больше 10 тысяч жителей края. От месяца до преклонного возраста. Самые сложные заболевания, они, к счастью, не так часто встречаются. Это отслойка сетчатки, которая приводит к слепоте. Это различные осложнения сахарного диабета, которые тоже приводят к кровозлияниям внутрь глаза, полость глаза. Это сложные заболевания. Ну, к счастью, их не так много у нас, но, тем не менее, они есть. В последние годы участились случаи катаракты, помутнения хрусталика. Причем заболевание стало характерным не только для пожилых. Помутнение хрусталика сразу же чувствуется. Пелена перед глазом, эффект запотевшего стекла. Поэтому я же сразу почувствовала это. И обратилась к местному офтальмологу у нас по месту жительства. Татьяна Уварова перенесла операцию на оба глаза. Говорит, для нее, как для постоянного водителя авто, видеть мир качественно – просто необходимость. Катаракта передалась по наследству, но из больницы женщина выйдет уже со стопроцентным зрением. Впрочем, что для пациентов чудо, для врачей обычная практика. У нас сейчас оборудование такое на уровне, так не постесняюсь сказать, мировых клиник. То есть то, что за рубежом, существуют все современные методы исследования, хирургическое оборудование, диагностическое, у нас ничуть не хуже. Особое внимание зрению стоит уделить людям с патологией почек и гипертонией, говорят доктора. Они могут ускорить течение глазных заболеваний и привести к необратимым последствиям. А что делать, чтобы не стать постоянным гостем окулиста, пожалуй, знают все. Меньше времени проводить за монитором, вести активный образ жизни и чаще смотреть по сторонам. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Сделать жизнь пенсионеров более комфортной. Такую задачу ставит для себя федеральная сеть помощи пожилым ОПЕКа. Ее основатель Алексей Маврин сегодня делился идеями, как можно облегчить жизнь зрелых людей. Он был гостем в центре «Мой бизнес». Подробности в сюжете. С 2008 года компания ОПЕКа работает с пожилыми по всей России. Это дома престарелых, пансионаты и патронажные службы. Решают проблемы по дому и улаживают медицинские вопросы. Если кому-то требуется питание, помогают и с этим. А на основе искусственного интеллекта внедряют системы видеонаблюдения за пожилыми людьми на дому. У человека в центре внимания такая некая философия. Плюс я стараюсь по пяти чувствам пройти. Я считаю, что человек будет получать удовольствие от жизни, если его все пять чувств выиграли. Например, по зрению это значит должен быть красивый дизайн. Как здесь, например. Там слух. То есть должен быть, если мы говорим про пансионаты, то должно быть тихо. Каждый четвертый россиянин-пенсионер в 2022 году количество пожилых людей перевалит за 40 миллионов. Это 27% от общего населения. Поэтому в наше время важно уделять внимание людям в возрасте. А сделать это можно благодаря социальному предпринимательству, уверен Алексей Маврин. Для меня сейчас мой бизнес – это площадка, где люди могут получить образование. Он такой как бы дополнительный. Но образование не в таком ключе, что какой-то семинар, лекции. А именно, когда могут увидеть человека, который чего-то уже достиг. В ходе беседы Алексей расскажет, с чего началась его карьера в социальном бизнесе. И даст советы начинающим предпринимателям. Возможно, кому-то это пригодится и появится нечто похожее на опеку. Уже на территории Алтайского края. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Официанты, бармены, горничные. На Алтае представители студенческих отрядов решили узнать, кто лучше овладел профессией. Конкурс уже стал ежегодным. С бойцами сервисных отрядов познакомилась Анастасия Наборщикова. На салфетку минута, на стол пять. Важно повторить и даже сделать нечто оригинальное. Подобная инициатива поощряется баллами сверху. Сегодня на Алтае идет конкурс профмастерства среди студенческих отрядов. Сервировку стола я вообще делаю впервые, как официантка. Вот весь заказ для меня, поэтому это было, ну, сложновато. Сразу после заказ. Соперник в лице клиента. Задача – показать высокое качество сервиса и знание меню. У каждой из участниц уже есть опыт работы. Девчонки знают, что делать, когда заказ переваривают, не заплатив. В любой конфликтной ситуации нужно не теряться, всегда улыбаться, быть приветливым, извиняться перед гостем. И если уже в критической какой-то ситуации, естественно, обращаться к администратору. Приставали к тебе на работе? Ну, конечно, но это часть работы. Все равно нужно понимать, что официантка – это именно работа с людьми. К каждому нужен подход, сделать, естественно, замечание гостю, если это что-то уже за гранью. Сегодня на Алтае 14 сервисных отрядов. Для молодого направления цифра весомая. Особенно в условиях того, с каким темпом сегодня развивается ресторанный и гостиничный бизнес. Поэтому наши уже не первый год работают и отдыхают на Азовском и Черном морях. Севастополь идет сразу в списке после Алтая. С Белокурихи сейчас у нас очень просят на следующий год уже отряды. Также с баз туристических в Горном Алтае. Вообще сервис – это, ну, можно сказать, что непаханное поле для профессий. Это и официанты, и бармены, и горничные, и инструкторы в бассейне, матросы-спасатели. Очень-очень много. Кстати, эти ребята тоже соревнуются. Конкурс масштабный. Участие принимают будущие педагоги и строители. Борются все за звание лучшего, а также победу отряда в общекомандном зачете. Спросите, зачем им это нужно, ребята ответят сходу. Изначально люди идут в отряд ради денег. Думают, что вот, сервисное направление, они зарабатывают, много можно прийти, летом подзаработать, потом уйти сразу. На самом деле, вот ты приходишь в отряд, ты вливаешься в всю эту атмосферу, проходишь все мероприятия, творческие фестивали, спартакиады, и человек максимально разгорается, вот этим горит. Итоги подведут 27 октября, причем одновременно, во всех направлениях. Анастасия Аноборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Таким будет театр через 100 лет. Поразмышлять на эту тему и изобразить свое видение на бумаге предложили барнаульским школьникам. Идея провести конкурс принадлежит сотрудникам Драматического театра «Края». Сегодня победители не только наградили, но и дали возможность увидеть театральное закулисье. Роботы вместо актеров, спектакль под водой, а может театр на Луне для людей-инопланетян. Юные любители искусства увидели театр через 100 лет совсем по-разному. Ну, я думаю, что через 100 лет вообще не будет людей, а будут роботы. Только роботы? Ну, а может люди будут помогать им. Участникам конкурса кажется возможным появление аудиогида-помощника для зрителя, голограмм, видеорамок с биографией актеров. А вместо обычной афиши будет огромный уличный проектор с громкоговорителем, объявляющий даты премьеры нового спектакля. И это тоже из театрального будущего. Илон Маск продает билеты для полета на Луну в качестве туриста. Ну и театр там, разумеется, есть. Принц хочет сделать предложение принцессе, а лунатики смотрят в театр. Лунатики – это зрители, да? Да. А люди вот в театр на Луне смогут ходить? Ну и сискафандр наденут. А кто-то подошел к воплощению задумки с учетом нынешних обстоятельств. Защитное стекло перед сценой, отдельные капсульные сидения для каждого зрителя на случай пандемии. Но такой подход еще решит и другую, вечную проблему. Чтобы люди могли, какое-то у них свое пространство было, люди могли отделяться друг от друга, и никто никому не мешал. Победители ждали не только долгожданные награды, но и экскурсия по театру. За кулисы здесь пускают очень редко. О, сколько нарядов! Ребят интересовало и то, как работает освещение во время представления, что такое реквизит и как его делают. А самое главное, что это за слово такое – бутафория. О, все как настоящее. Все как настоящее. Кстати, выбрать лучшие предстояло из 19 работ. Некоторые участники набрали равное количество баллов, поделив между собой третье место. Но чем больше победителей, тем лучше, говорят организаторы. Жюри отбирало по самым разным критериям, начиная от технического исполнения, цветового решения, сюжетного решения. И независимо друг от друга оценивали работы детей, и по сумме баллов являлись победители. Может быть, в каком-то конкурсе следующем, который мы придумаем для детей, они примут также активное участие. Каким будет театр через сто лет, предугадать сложно. Но в том, что он будет, никто не сомневается. Ему предрекали гибель во время появления кино, но уже минули десятки лет, а театр жив и по-прежнему любим зрителями. Анастасия Болотина, Дмитрий Денисов. День с толком. Нельзя ссориться, убираться и вязать. Сегодня православные отмечали главный православный праздник осени – Покров Пресвятой Богородицы. Кроме религиозного значения, с этим праздником связаны и народные приметы о погоде. Если им верить, то теплая и солнечная погода на Покров обещает такую же зиму. А отсутствие снега гарантирует долгую осень. Однако другие приметы указывают на то, что для Барнаульцев зима все-таки окажется морозной. Чем больше листвы на деревьях, тем она будет холоднее. На суровую и малоснежную зиму указывает и восточный ветер. Кстати, на Покров можно предсказать не только погоду, но и личную жизнь. Например, если сегодня испечь хлеб и положить его на подоконник, то можно притянуть вторую половинку. Если вы еще нет, то можно попробовать. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас по-прежнему работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует...